Елена Марченко Дмитрия Буракова и его основателя Дмитрия Сергеевича Бурака. Добрый день, дорогой Дмитрий Сергеевич! Добрый день, возражаемые зрители, слушатели. Дядочка, добрый день, рад вас приветствовать из Платоглава Макива. Приятно снова и снова общаться не только с талантливейшим издателем, но и с талантливым поэтом. И у меня в руках ваша книжечка «Московский мост». И мне помнится, что в предисловии к этой книге у вас написано «Бабушка мне подарила велосипед марки «Украина». Подержанный, но крепкий, что неоднократно доказывалось в самых нелепых крушениях. Именно на нем, в детских приключениях и путешествиях по Киеву, я открыл просторные улицы и проспекты строящейся Аболони и Московский мост, поразивший своей легкостью и величием. Мне помнится, что в свое время, в детстве, мне дедушка подарил похожий велосипед. И я сегодня вам предлагаю на наших велосипедах марки «Украина» проехаться вместе по нашим воспоминаниям, проехаться, возможно, в наше будущее, наметить какие-то перспективы, планы. И я с большим удовольствием передаю вам слово для того, чтобы вы нам рассказали об истории своего издательства, о том, какие у вас сейчас дела, как планируете дальше продвигаться. Пожалуйста, Дмитрий Сергеевич, вам слово. Большое спасибо, большое спасибо, что вспомнили о моем детском велосипеде. Это действительно был большой для меня праздник, и Киев открывался с неожиданных сторон. Я, ребенок, живший в центре, возле площади Победы, в районе, который тогда шопотом, а сейчас уже громко называют Евбазом, открывал для себя Киев из заливных лугов, потому что то, что стало теперь Аболонью, Троещиной, Радужной, и многими другими районами на севере, и, кстати, часть районов и на юге Киева, это были заливные луга. Отсюда и название Аболонь, то, что заливается водой. Светлое было время, хорошее было время. А, наверное, хорошее, потому что светло и по-доброму глаза на него смотрели детские. И вот это по доброту и свет очень хочется сохранять. И сегодня, несмотря на все коллизии, в которые мы не по своей воле втянуты, книга «Московский мост» мне дорога. Дорога тем, что она, несмотря ни на что, объединяет оба берега. И вы спросили, почему и как началось издательство. Издательство началось случайно. Я, книга «Чей», человек, пишущий, в 92-м году издал свою книжку. Точнее, мне предложило одно небольшое издательство, только организовавшееся, издать ее. Но так вышло, что с типографией общался я сам. И когда книга была издана не на той бумаге, о которой договаривались, мне сказали, а что же вы свою бумагу не привезли? Я удивился, как? Я могу свою бумагу привезти? Конечно! И надо было сделать свой макет и свою бумагу. И все это было бы вам намного дешевле. Ну, тогда я совсем удивился. И подумал, и зачем же мне кто-либо нужен? Кроме того, было время, начало 90-х, когда для нас открывалась задержанная литература, для нас открывалась литература русского зарубежья и вообще зарубежная классика, которая не вся была переведена в советское время. Мы жили в информационном пространстве, насквозь заполненном культурой. Это было, конечно, чудесное время, когда я приезжал в Москву, вот где вы сейчас, и уезжал оттуда с огромными чемоданами книг. Представить себе, что я вез что-либо другое, ну, разве что баночку индийского чая или кофе. Это макс. Было невозможно. Только книги. И книги были большей частью нашей жизни. И, конечно, захотелось издать еще. Так организовалось издательство. Сначала мой отец предложил выпускать журнал «Коллегиум». Потом нам удалось издать несколько опоздавших ко времени работ Алексея Федоровича Осева. Потом вышла еще одна, вторая, третья, четвертая книги. Постепенно появилась своя небольшая типография. И я из школьного учителя, а потом педагога высшей школы, оказался издателем. В процессе, наверное, всему и научился. Но самое главное, почему издательское отдело до сих пор вызывает у меня огромный интерес, потому что есть возможность представить читателю то, что кажется тебе важным сегодня. И сегодня наше издательство, одно из немногих, до сих пор не разделяет литературу на русско- и украиноязычную. Хотя мы находимся в Украине. И наша основная задача – предложить читателю хорошую литературу, добрую, хорошую литературу. Важную. И сохранить то наследие, которое так горько разбазаривается не только в нашей стране, а мы видим, что и по всему миру. Дмитрий Сергеевич, а скажите, пожалуйста, а с кем из авторов вам осчастливилось работать на данный момент? Кто есть у дачи издательского дома Дмитрия Бурака? Вы знаете, авторов много. Я думаю, что это несколько тысяч человек. Мы работаем с научным сообществом, именно так и Беларусь, и России, и Казахстана, и других постсоветских стран. Мы работаем и с зарубежными авторами. У нас очень много переводной литературы с японского, корейского, китайского, азербайджанского, английского, немецкого, языков и так далее, и так далее. Но я скажу тогда о двух авторах. Первый, который я хочу особо отметить, это Иван Жданов. Вот вышла такая книга в 2004 году, когда я Ивана Федоровича убедил издать более-менее на тот момент полное собрание его сочинений под твердой обложкой. Удивительно, что в России к началу 2000-х годов Иван Федорович Жданов не был представлен никак, кроме небольших, но очень дорогих, конечно, читателю книг. После, буквально через год, в российских читательствах вышло несколько книг Ивана Федоровича. И мы очень гордимся, что мы достигнули этот процесс и приблизили одного из самых, если не самого большого поэта сегодня, читателя. И второй человек, о котором я с особой теплотой хочу сегодня сказать, это Петр Петрович Толочко. У нас вышел целый ряд академик, Петр Петрович Толочко, археолог, историк. У нас вышел целый ряд его книг, и буквально через небольшое время, может, неделю, через 2-3, Свет увидит его новая книга «От Руси до Украины». Кроме того, она будет представлена, я так понимаю, и на российском книжном рынке, и здесь нашим партнером и помощником является «Дом русского зарубежья». Я надеюсь, что в сентябрю и в Москве выйдет эта книга, которая необычайно важна не только в Украине, но и во всех славянских странах, потому что Петр Петрович с удивительной педантичностью в этом издании собрал огромный фактический документальный материал о том, что происходило с народом, населявшим Киевскую Русь до сегодняшнего времени. — Благодарю, Дмитрий Сергеевич. Вот интересно, что Вы печатаете и авторы из других стран. Скажите, пожалуйста, а кого бы хотелось напечатать из славянских стран? Возможно, уже у Вас есть кто-то на примете, в ближайших планах какие-то авторы появятся в печати. — У нас есть, я очень люблю слово «проект», мне больше нравится слово «задумка». — Задумка. — У нас есть задумка провести фестиваль Дунайской фейзи в Украине. — Здорово. — И если бы не то, что происходит с нами во время вот этой тоже удивительной, совершенно предсказуемой эпидемии, конечно, уже в этом году в Измаиле собрались бы представители всех стран, в которых течет Дунай и которых объединяет Дунай. Ну, пока это отложили, тем не менее мы работаем над антологией дунайской поэзии и, надеюсь, какое-то тоже в ближайшее время она увидит свет. — Дмитрий Сергеевич, у Вашего издательства всегда видится какое-то как серьезное, научное, такое фундаментальное, масштабное, на века. А вот есть ли у Вас проекты, прошу прощения, уже не проекты, а так Вы правильно сказали? — Задумки. — Задумки, задумки. Планируете ли Вы какие-то издания для детей, подключить детских авторов? — Да, да. Ну, я надеюсь, что у нас серия книг для детей будет, хотя я не разделяю детскую литературу и взрослую. Мне кажется, хорошая литература, она одинаковая для детей и для взрослых. Тем не менее, мы планируем, и я надеюсь, и эти издания выйдут. Но сейчас, но сектор наших интересов — это научная книга, потому что именно научная, филологическая и философская литература в какой-то степени сейчас загоняя, и необходимо сохранить те традиции, благодаря которым мы получали то образование, которое получали в Северском филе. — Благодарю Вас за ответом. Я знаю, что лучше читается, возможно, возможно, лучше читается книга, если в ней есть качественные иллюстрации. Есть ли у Вас опыт работы с их художниками и иллюстраторами? Кого Вы, может, могли отметить, назвать? — Спасибо. Конечно, есть. Конечно, есть. Если бы я знал, что будет такой вопрос, я бы подготовился и показал. У меня вообще появилась такая мысль, что сейчас человека, вот как когда-то человек учился читать, активно разучивается. Воспринимать письменный текст, как уже большинство живущих на Земле плохо владеют не то что перьевой ручкой, а авторучкой. Также глаза сложно, глаза очень быстро устают, а достаточно прочесть 2-3 страницы текста, и человек впадает в уныние и перестает воспринимать текст. Ну, это общая беда, я думаю, что всем нам известно. Поэтому у меня появилась идея давать книги для взрослых. Так же, как для детей. Вот для детей издавались книги, издаются сейчас, издается книга одного стихотворения. Издается книга, да? Муха-цикотуха. Полностью инвестирована. На каждой странице одна, две, четыре строки. Ребенок счастлив, он смотрит картинки, весело, хорошо, и в общем-то каким-то образом, как говорит сейчас молодежь, текст в него заходит, содержание контента поглощен. Вот сейчас то же самое нужно издавать для взрослых. Я могу себе представить, вот так изданы стихи Пушкина, Шищенко, Вернента, ну, практически любого хорошего автора. Что взрослый их, он плохо читает через стихи взрослых. Как он хоть картинки просмотрит? Если там будет немного текста, он вдруг и прочтет. Вдруг что-то и произойдет. А ведь литературные тексты, а особенно поэтические тексты, редко работают, ну, как бы напрямую. Они являются миной заметленного действия. И когда они входят в сознание, особенно в определенном ритме, ритм каким-то образом становится частью внутреннего мира человека. И может поступить или проявиться, точнее сказать, в совершенно неожиданный момент, иногда выручить человека, поддержать его. Я не могу себе представить, чтобы Александр Сергеевич Пушкин или его драгоценный читатель ходили к этим врачам, домашним психотерапевтам. Тема психотерапии мне очень нравится. Я люблю представлять себя Ивана Грозного, которому нужен психотерапевт. Или Евгения Онегина, который идет к психотерапевту. Или каких-нибудь исторических героев. Мне становится жутко смешно. Ведь тогда достаточно было человеку взять книгу в руки. И кроме того, обратиться просто к своему современнику. А теперь человек находит в себе психотерапевта или масса других терминологических названий, этим размножившимся для неприличия профессиям. И таким образом человек перекладывает в себя ответственность за свое сознание на чужого, другого человека, с которым его объединяет финансовые отношения. Прелесть как. И это вытесняет книгу. Зачем нужна книга? Но зачем нужен чужой человек, которому нужно исповедоваться, когда за тобой Томик Толстого или Идиот не предстоит? Я понимаю, что книга убывает. Что тиражи общие, суммарные тиражи книг в мире, несомненно, падают. Это понятно. Но это же не значит, что книга исчезает. Она останется. И останется в любом случае. Мало того, книга, в отличие от электронных всех средств хранения информации, все-таки более надежная. Оно не зависит от розеток. И поэтому порой, мне кажется, очень важно издать хотя бы небольшой, очень ограниченный тираж книг, чтобы он попал в библиотеки и попал людям, для которых это важно, что, может, таким образом эти тексты преодолеют надвигающееся время. Поэтому наши книги, конечно, это не только наши. Ваши книги отношусь как к бутылке с посланием, брошенной в море. Потому что мы хорошо понимаем, что в библиотеке преображается очень непонятно во что. Мы понимаем, что чтение стало утилитарным, что читает то, что необходимо, нужно и может привести тебя к тому другому, третьему, четвертому. Разве что на отдыхе, на каком-нибудь курорте ты замечаешь людей с, дай бог, с хорошими романами, очень дешевых, мягких областях. Сергей Сергеевич, мы раз уже заговорили о поэзии, о великих поэтах. Я не прощу себе, если в эфире сегодня, зная о том, что вы прекрасный издатель, но не менее талантливый и замечательный поэт, мы попросили бы вас прочесть сегодня для нас что-то из своего любимого, из того, что вы пожелаете. Как раз настроить нас на эти ритмы поэтические, на нужную волну, на нужный лад. Будем вас очень рады слышать и признательны. Леночка, скажите мне, пожалуйста, мой голос так же прерывается, как и ваш, как меня слышно? Частично. Частично, как тяжело будет. Я надеюсь, нашим зрителям все хорошо слышно, но, по крайней мере, у меня дискомфорта не вызывает. Ну тогда я прочитаю. Кратенькое, может, что-то. Конечно, конечно, время у нас ограничено. Витебские свидания. В Альтине Авраамне Масловой посвященные. Как раз по нашей теме. От Даля до Шагала, от Киева до Полоцка, Ложится свет по полочке, где книгам места мало. Мы в промежутках ветрено, за шутками обнимемся. И никакая мимика не придаст смятение, которым мы расстанемся, как будто ненадолго. И до того состаримся, что врать не будет толка. И до того распишемся, что в книжных полках станемся. Березами и вишнями, и больше не расстанемся. Благодарю, Дмитрий Сергеевич. Нам слушатели, зрители пишут, что вас отлично слышно. Поэтому, возможно, еще что-то попросить вас прочесть, если готовы. Даже не скажу, но вот такое стихотворение. Рабыня. Не причудилась рябина, не привиделась икона. Этот мир спасет, рабыня, что в молитве непреклонна, что раскосыми ночами за всех надежд и спугов обращает слезы в камни, камни складывает кругом. Голыши, самоцветы, тельце к тельцу прилагая, чтобы не было просвета, не возникла мысль другая. В малахитовом хитоне, как в зрачке, луком свернувшись, то сверкнет, то молотонно причитание всеглушно. Расцветает Божий щебень, разгорается рябина. Все на свете. Шепот, дебет, этот мир спасет, рабыня. Спасибо, дорогой Дмитрий Сергеевич. Я знаю, что вы очень много уделяете внимания русскому стиху в Украине. И не так давно, в марте этого года, в стенах нашей библиотеки вы презентовали уникальное издание «Русский стих Украины». И я знаю, что прошло совсем мало времени, и появилось новое большое издание, громадная антология, посвященная победе в Великой Отечественной войне, юбилею 75-летию. У меня, к сожалению, нет этого издания показать, но я бы хотела попросить, вы нам, пожалуйста, расскажите о том, как отбирались стихи в эту антологию, кто из авторов принимал участие вообще об этом процессе и о новом издании. Спасибо. Я могу показать. Да, пожалуйста, да, мы видим. Славен будет в народах, в священной твой боль. Вот лицо книги, вот оборот. Украинская поэзия времен Великой Отечественной войны. Нет, Великая Отечественная война в поэзии Украины. Великая Отечественная война в поэзии Украины. Это издание родилось почти спонтанно. Где-то в середине прошлого года, тоже летом, появилась мысль, что идет 75 лет. Это великий юбилей. Мы живем в разделенном, раскроенном, гуманитарном пространстве. Технологии превалируют над чувствами и над совестью. Мы вполне не понимаем, что с нами происходит. Я думаю, что здесь нет особой разницы между зрителями той или другой страны. Мы все не понимаем, что происходит. Скорее всего, мы вступаем в какую-то новую эпоху. И никогда одна эпоха не сменяла другую каким-то простым естественным путем что-то происходит. И то, что сегодня нам сложно поклониться нашим предкам, то, что сегодня мы испытывали определенные, ну, в последние годы тяжелые чувства, вот, и то, что приименованием улиц, площадей, наименований даже самой войны и так далее, и так далее происходит некая не просто языковая, а подмена в нашем сознании меняется одно на другое. Те, кто были предателями, становятся героями. Те, кто были героями, действительно, они предаются забвению. И как нам, мой дед, дошел до Берлина, как мне воспринимать его с печалью. Мы не можем противостоять, не можем бороться. Мы можем жить своей жизнью и делать то, что мы должны делать. И поэтому мы решили, была моя идея, которую, слава Богу, поддержали мои коллеги, мы решили собрать такую антологию. Это первая большая антология в Украине, которая объединяет и русско, и украинство на язычных поэтов Украины, не разъединяя их по национальному признаку. Потому что это последнее, что нас может разъединять или, не дай Господь, это национальный признак. Мне кажется, духовное содержание всегда выше мифологических значений крови. Тем более, все равно у нас одинаковое количество крови. Это антология состоит из трех частей. Первая часть – это поэты поколений Великой Отечественной войны. Вторая часть – это Дети войны. И третья часть, самая небольшая – это Внуки войны. Оно и понятно, и оно и грустно, что это небольшая часть. Правда, что открывается антология стихами Тичины, и следом за Тичиной идет поэзия Ильи Иренбурга. Почему? Потому что Илья Иренбург состоялся в Киеве, и первые свои стихи, и даже Александр Блок заметил его в Киеве. Первые стихи и романы были изданы именно в Киеве, а потом он уже переехал в Россию. И в этой антологии мы попытались объединить наш народ. Потому что миф, который зачинали в Советском Союзе, и который сейчас получил такое распространение, что есть одна какая-то национальная культура, вот если ты живешь в Украине, у тебя твоя национальная культура, это украиноязычная и все. Это неправда. Украинская, русская, белорусская культура это есть общая, это часть, это огромная часть большой славянской культуры. И разъединять их безумие. А как отделить? Я вот это написал. Какими ножницами мне отрезать стихи Тараса Григорьевича Шевченко от его прозы и его дневниковых записей, его писем? Или здесь он украинский, культурный деячий поэт, а здесь его нет вообще? Или что делать с Тарженко? И так далее, и так далее, и так далее. Можно многих перечислить. Замечательных и поэтов, и писателей, и художников. Это часть одной культуры. И даже Иван Франко большую часть своих критических работ посвятил русской языке, русской литературе. Не российской, а русской литературе. И, наверное, мы все часть единого целого. То, что угоду политическим амбициям отдельных, политических сред происходит, это преступление перед народом. Надеюсь, мы его пересилим, переборем просто тем, что не будем давать себе право забывать свою культуру. И вот эта книга для нас была важна именно этим. Поэтому вот можно сказать, что в Украине был такой смертный полк поэтически. 9 мая мы презентовали это издание, у нас под целой. Предисловие написал Петр Петрович Толочко. А в работе помогала нам, наверное, самый большой на сегодняшний день стиховед, украинист, профессор Костенко Наталья Васильевна. Перед коллегией очень достойная была. Так что надеюсь, что эта книга увидит свет и в России. Во всяком случае, такие переговоры уже у нас были. Пройдет коронавирус. Состоится. Я в это верю. И я знаю, Дмитрий Сергеевич, что мы с вами подготовили онлайн-марафон, в котором поэты из России, поэты-современники читают стихи из этой антологии на украинском языке, а поэты из Киева читают стихи из этой антологии на русском языке. И прежде чем мы могли бы посмотреть запись этого онлайн-марафона, я бы хотела сердечно вас поблагодарить за теплый диалог с вами, пожелать вам творческой и издательской удачи, новых замечательных задумок, хотела сказать, проектов. И всего хорошего, до новых встреч. Всегда ждем вас в гостях в библиотеке иностранной литературы с презентацией новых книг. И также нашим зрителям я хочу сказать, что мы прощаемся с Дмитрием Сергеевичем, но не прощаемся с нашим издательским марафоном. И я приглашаю всех присоединиться в 19 часов и продолжить знакомство с другими издательствами. У нас гостями будет издательство «Белая Ворона». На данный момент я прощаюсь с вами. Желаю всего хорошего и приятного просмотра. Я не профессионал. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вольная воля. Поля и моря. Сжалась в поле, как будто от боли, Чтобы людям до леса поближе. Словно яблони в год урожайной Тяжела была матери ноша, Но она, спотыкаясь, бежала и шептала «Держись, мой хороший!» От пожарищ пурга почернела Мать просила фашиста «Не трогай!» Словно вынести плод свой хотела Из того сорок первого года. Но в немыслимой той круговерти На глазах у суровой отчизны У нее незадолго до смерти Умер он незадолго до жизни. Николай Рыбалка «Цветы» И ответил другая, другая, «Я давно уже цветов не вижу, Чтобы их всегда не давал ты». Николай Рыбалка «Цветы» Микола Негода «Степом, степом» И шли убей солдаты Степом, степом даль заволокло Мати, мати стала колохати А кругом в диму село Степом, степом розгулись гармати Степом, степом клекіт нароста Степом, степом падають солдати А кругом шумлять жета Степом, степом поросли берізки Степом, степом сонце розлилось Степом, степом встали Абелізки, а кругом розлив колось Степом, степом людям жито сжати Степом, степом даль махне крилом Мати, мати жде свого солдата А солдат спить вічним сном Людмила Титова Я исходила вдоль и поперёк Я исходила вдоль и поперёк Людскую душу в дни смертей и плена Я заглянула в каждый уголок Где боль жила, где верность, где измена В те дни, когда пути зашли в тупик И пало всё, что свято и ата и ка Я оторвавшись от стихов и книг Читала в людях, как в стихах и книгах Я открывала души наугад Война и плен пытали наши силы Так половодие роет берега И размывает клады и могилы Павло Тичина Я утверждаюсь Я есть народ Якого правди сила Ніким звойована Ще не була Яка біда мене Яка чума косила А сила Знову розцвела Щоб жить Ні в кого права не питаюсь Щоб жить Я всі кайдани розірву Я стверджуюсь Я утверждаюсь Бо я живу Тевтонія Мене ти пожирала Як вішала моих дочок синів І як залізо хліб та вугіль крала О як твій дух о сатанів Ти думала тобою весь з'їдаюсь Та подавившись падаешь в траву Я стверджуюсь Я утверждаюсь Бо я живу Я есть народ Якого правди сила Ніким звойована Ще не була Яка біда мене Яка чума косила А сила Знову розцвела Сини мої Червоні українці Я буду вас за подвиг прославлять Ідіть батькам на допомогу І жінці Дітей спішите Визволять На українських нивах На російських На білоруських Я прошу молю Вбивайте ворогів Злодюх злодійських Вбивайте Без жалю Нехай ще в ранах я Я не стидаюсь Гляджу їх Мов пшеницю яраву Я стверджуюсь Я утверждаюсь Бо я живу І з ран Нове життя Заколоситься Що з нього Світ весь буде Подивлять Яка земля Яке зерно Роситься Ну як же Не сіять Я сіяю Крильми Розгортаюсь Своїх орлів Скликаю Кличу Зву Я стверджуюсь Я Утверждаюсь Бо я Живу Ще буде неба Чистої блакиті Добробут в нас Підніметься Як ртуть Заблискотять Косарки Вжиті Заводи Загудуть І я життям Багатим Розсвітаюсь Пущу над сонцем Хмарку Як брову Я стверджуюсь Я Утверждаюсь Бо я Живу Я єсь народ Якого правди Сила Ніким Звойована Ще не була Яка біда Мене Яка чума Косила А сила Знову Розцвіла Фашистка Гить Тремти Я розвертаюсь Тобі ж кладу я дошку гробову Я стверджую Я утверждаюсь Бо я Живу 1943 рік 16 вересня Кремлівська лікарня Здравствуйте Меня зовут Настя Я із прекрасного города Київ Сегодня прочту стихотворение Юный Морец Которое называется «После войны» В развалинах мерцает огонек Там кто-то жив Зажав огонь зубами И нет войны И мы идем из бани И мир пригож И путь мой так далек И пахнет от меня за три версты Живым куском хозяйственного мыла И чистая над нами реет сила Фланель чиста И волосы чисты И я одета в чистый балахон И рядом с чистой матерью ступаю И на ходу почти что засыпаю И звон трамвая серебрит мой сон И серебрится банный узелок Стрепьем И серебрится мироздание И нет войны И мы идем из бани Мне восемь лет И путь мой так далек И мы в трамвайне сядем ни за что Ведь после бани мы опять не вшивы И мир пригож И все на свете живы И проживут теперь уж лет по сто И бедным быть Для жизни не опасно И господи Как страшно и прекрасно В развалинах Мерцает Огонек И расты и диеты И расты и диеты нам треба Так щепу жиры мило с краю в край Угори над нами небо-небо А кругом просторы хоть спивай Вправо глянешь Там дымляют заводы Плево глянешь Нывы и поля А по нывах бронзовые разводы Бронзовый Мусян живы сдаля Воля в нас Мясниж от стали крыси И корини наши Кильки у земли Жито винограду и пшенице А на море верни корабли Мы встаем С героики Семьею Всих друзяки Всих товарищи Золото Не тельки пить землею Золото У кожду души Ще не втыхлы в нас У сердце боли А в души же Радость напари И струнки левчата Як тополи Хлопці Героини матері Звиська Повертаються до дому И батьки их И браты И сыны Девчина Дай руку молодому Мати Свого сына А жены Наша знов А новица краина Наш народ Продовжиться в роду Мишками Потупце дитина По даричці По трави По трави В саду Усмешка В народу Расцветає Кожан каже Я Свитрит Труп несу Витбудова Труп прорастає У Красу Заранчова Юлия Украина Київ Я прочитаю стих Дмитрия Буракова Полутарк Одеса Манит сутолок Речи Пыль Побережье Дерзкие мечтания Одет на кухне Мьет воспоминаний Как будто память Жизнь его калечит В полуторке Под дробь аэроплана С баранкой слившись Рвется через житок пролезу Где судьба почти избыта На горе поле Выгнутом в тумане Потом Качались грузные дороги Заброшенные за спину Как в кузов Расколотые чорные арбузы Прибывшие к бессмертию в итоге Такой была шоферская война Ну и теперь В раскрестаной Одессе Полутарка по полю куролезь Спасаясь От смертельного огня Ліна Костенко Памяті безсмертна діорама Памяті безсмертна діорама Осень Вечір Вулиця Гора Полум'я Однесене вітрами Хилиться у сторону Дніпра А під ранок Попіл Ні травини Пройде час Ростиметься траві Скаже хтось Містечко старовинне А чомусь Хати усі нові Білий фенікс Неспалимі риси Тільки бомба З дужкою відра В пам'яті Вогненні кипариси Хиляться у сторону Дніпра Здраствуйте Мене звуть Яценко Александр Я із Города Київ І сейчас я прочитаю вам стихотворення Владимира Боброва «Победа» Был я там, где рвались мины Слышал там я свист свинца Вдолю фронтовой судьбины Честно вынес до конца Рад би память не тревожить Да забыть я не могу В шею на заскору злой коже Кровь трупы на снегу И карболовое счастье Лазаретов, где я гнил И раскаленные пасти Наспех вырытых могил И перед броском минуты Знаю, какова она От гремевшего салюта Настоящая цена И мне думается рано Подводить боям итог Нерубцующийся раной Мир лежит у наших ног Дмитро Демерджи Їх семеро было Джмелі злітають З ледве чутным дзвоном Збиваючи із квітів пелюстки Поміж уламків зелізобетону На камашню палюють ящерки И море видно Все як на долоні Під мирним небом Мліє долина Черепкий яхт На синій оболоні И тишина навколо Тишина Було их кажуть Семеро відважних Як припливли в штормову ніч Сюди Щоб знищити в десантнім абордажі Кубло фашистське Раз і назавжди Їх Семеро було Лишилось троє А четверо І досі їх нема Не вийшли з рукопашного двобою Десь загубились у нічних громах Та кажуть люди Є в порі осінні Така глуха Грозова ніч одна Коли затока вся Кликоче в піні Буруна не розбурхана до дна Об чорні скелі В гуркоті прибоїв Розкришуються хвилі В пил і дим Тоді Виходять Четверо героїв Воскреслений На берег Із води Ольга Город Київ Георгий Киреєв После боя Опалённая пальбою Перепаханная сталью Поле боя После боя Пахнет кров'ю Пахнет гар'ю Пахнет порохом И серой Горьким дымом Едким потом Отстрадала полной мерой В поле ратная работа Злые ржавые закаты Вскрыли небо голубое И лежат кругом солдаты Не ушедшие Из боя Пам'яті героїчного Київського Динамо Не розстрілюйте Голкіпора Навіщо ви Футболістів Під стіною Розставляєте Пів Європи Під балконами Повішали Пів команду Під муром Розстріляєте А над пустками Над пломенями І криками Між розп'ять Які Які насталище Іконними Десь Між сонцем Десь Між хмарами Між круками Стоїти ви В перемозі Переконані Вас Вітри Європи І Африки Розпатлали І сузір'я Понад вами Жовте Світяться А Голкіпери Розстріляні Попадали І самі Штрафні Майданчики На світі ці Не зігріти Вбивчих душ Ніяким паливом Ваші ж душі Переляками Змороження Пригадайте Пригадайте Як ці хлопці Забивали вам На що ж ви їх Повбивали Переможені На полях Футбольних Мертві Пустка Вимирла Кров стікає По багнетиках Акації Всі рекорди ваші Укривавим Вимірі Відкладаються В душі Та мозку Нації Впав Голкіпер На траву Іще Не вигріто Зимно в світі Що його вогнем Ви краєте Золотих варіт До віку Вам не виграти Та й ворота Брандербургські Ще Програєте Ну а хлопці В перемогу Твердо вірилиш Над погрози Що їх кулями Ми посилено Як вас виведуть Не зачиняйте Не зачиняйте Дверін Лиш Бо повернеться Команда Перестріляна Шлях і вік Її пунктирам Крові зміряний Все відомо Все що мало бути Сталося Та розстріляний Голокіпер Прийде Зморений І розкаже Як тоді Йому Стоялося Смерть Немає Тут Ні права Ані рації Доле Хай що буде Буде Що було Мине Лиш Малесенькі Багнитики Акації Затримтять Над стадіоном Наші спомини Малесенькі 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 Малесенькі